Илья Смирнов Илья, верно я действительно понимаю, что наша Тверская область особняком стоит по количеству малых городов, не просто малых, а исторических? И так, это так и есть, да. Во-первых, у нас больше всего малых городов из тех регионов, которые входят в центральную Россию, да, в центральном федеральном округе. Даже больше в Подмосковье? Нет, нет, без Подмосковья. А, без Подмосковья. Конечно, Подмосковье вообще отдельный регион. Со своими Коломнами, Можейскими и так далее. Ну и Коломна немалая, там 100 тысяч, поэтому... А, ну да, я забываю, что малый город, по нашим понятиям, это райцентр, а у них другая арифметика. Да, ну и исторических у нас действительно так вот, те, кто имеет такое важное значение, 9 из 21, это очень много. Все наши исторические города, с одной стороны, гордятся своими многочисленными памятниками архитектуры, церкви, дома, фабричные здания в том числе. С другой стороны, это же одновременно их беда, потому что значительная часть зданий, я думаю, даже большинство, находится в не самом лучшем состоянии, а, наверное, просто в состоянии упадка. Скажи, ну, что делать с этим? Ну, вопрос, конечно, очень сложный и действительно очень актуален для наших малых городов. Ну, я понимаю одно, что как бы без помощи государства сделать что-то нереально, да, государство должно привести хотя бы те здания, которые принадлежат государству, в порядок. И тогда, возможно, и бизнес, и местные жители потянутся. Но, естественно, этот процесс должен быть максимально недорогим. Но мы знаем, что восстановление памятников – это очень дорого. А что сделать, чтобы удешевить? Есть какие-то варианты? Я, честно, не знаю, чтобы удешевить, но у меня что приходит самое простое? Ну, надо уходить от статуса памятника, да. Может быть, не все те памятники, которые у нас есть, являются таковыми, да. А это реально сделать вообще? Ну, это я здесь не специалист, но это самое простое, что мне видится, да. Ну, а дальше… Крымеды сразу начнут бояться, что да его когда-либо испохабят здание, там, сайдингом бошьют, или вообще снесут? Нет, нет, ну, нужно принимать какие-то… Наверное, это возможно в рамках регулирования градостроительной деятельности, да. То есть мы выбираем какую-то историческую улицу и говорим, что здесь точно нет сайдинга, здесь вот такие-то высотовые крыльца, да, и так далее. Вот такие-то окна, это там не пластиковые или пластиковые вот такие, не двухрамные. В общем, в принципе, инструменты регулирования у государства есть. Вопрос, что пока такого, наверное, примера нет. Не из малых городов, вот у кого получается классно, это Рыбинск, все про него знают, дизайн-код исторической части, последняя новость была, что, да, там один из маркетплейсов онлайн даже сделал вывеску стилизованную, и все вывески в центре Рыбинска, они стилизованы, а к вывескам уже идут и окна, и двери, то есть вот в Рыбинске получается, но это не мало городов, там все-таки больше двухсот тысяч, да, там более двухсот тысяч, ну там Рыбинские моторы, здравоохранительные предприятия. Дорогие телезрители, кто не в курсе, просто Рыбинске, они взяли в историческом центре, все вывески сделали как до революции, то есть большое такое панно, нам написано трактир Иванов и сыновья. Ну тут я, кстати, лично я поспорю, потому что если в здании находятся ни одна, ни две конторы, до революции Полонки, к примеру, ну посмотрите, дорогие телезрители, в интернете забейте, в Яндексе, к примеру, там Невский проспект, дореволюционные фото, и вы увидите, что это замечательно красивые исторические издания, которыми мы любуемся, они вот эти, поскольку дореволюционные вывески, это вот такая большая лист фанера, условно говоря, которая написана, все там просто закрыты этими вывесками, и с точки зрения эстетики это, мягко говоря, не айс, как раньше говорили, ну посмотрите, интересно, я говорю, я много, на эту тему смотрел, и Рыбинский пример, да, с одной стороны прикольно, если там, допустим, в здании только одно кафе и все, остальное все дома, это, условно говоря, жилой, но если там много, он будет в значительной степени фасад закрыт вот этими большими подвесками. Ну, мне кажется, ну понятно, Санкт-Петербург отдельная, как бы, да, наверное, история, все-таки это столица, и действительно недвижимость была дорогая, и поэтому в домах, как правило, наверное, много было объектов, все-таки в малых городах вот эти особняки исторические, которые сохранились, они все-таки принадлежали одному, как правило, хозяеву. Вот, так что, ну, в малых городах не будет проблем, наверное, с вывесками, как сегодня они используются, это, конечно, вопрос, да, ну, опять, мой любимый торжок, который мы сегодня вспоминали в программе, да, ну, дизайн-код просто, ну, отсутствие его настолько коробит всех, кто туда приезжает. Я думаю, это беда не только торжка, собственно, по-моему, дизайн-код только в Твери внедряется пока, вот эти, скажем так, не то, что скромные, а компактные, скажем так, вывески, которые состоят из одних букв, никакого вот этого панно с подсветкой нету, мне кажется, это как раз вполне культурно и архитектуру дома не закрывает. Да, ну, может быть, такой вариант, да, может быть, не обязательно стилизовать под что-то, но это должно быть точно аккуратно и красиво. Ну, конечно, не как из 90-х годов, потому что от этого давно надо отказаться. Илья, а что делать малым городам, которые не имеют какой-то богатой истории? Ну, не было там каких исторических событий, да, что-то, может, происходило когда-то, может, и был на этом месте российское историческое село, но городом он стал предсветской власти и весь состоит из хрущевок, брежневок, ну, дай бог, из каких-то более, может быть, современных, более-менее стильных домов. Ну, опять, мне кажется, что в каждом городе можно найти свою фишку, и ее надо искать. Точно, когда мы говорим про тверские города, одним из наших преимуществ является природа. То есть мы очень экологический регион, да, у нас много рек, у нас много озерностей, есть города, которые стоят на озерах, поэтому, конечно, природа, она привлекательна сегодня для рекреантов, для туристов, возможно, там будут туристы, не которые приезжают, чтобы посмотреть какие-то историко-культурные объекты, да, а вот такие экологические туристы, это тоже ниша, это тоже, как бы, конкурентное преимущество. Ну, и, конечно, развитие промышленности, производства, если там что-то осталось, раз они появились в советский период, значит, там точно есть еще компетенции, да, которые необходимы для развития промышленности, может быть, в этом их преимущество. Здесь искать промышленный туризм, опять, как вариант, если мы говорим, да, про развитие туризма, то есть туризм может быть сегодня не только исторический, может быть экологический, промышленный и так далее. Да, это вообще сейчас модно довольно. Промышленные, в том числе, Турин. Тем более у нас есть вышиволоская знаменитая фабрика, например, Парижская коммуна. Там старинные здания, тоже такой комплекс, в чем-то похож на тверские знаменитые морозские казармы. И, в принципе, почему бы и нет. А спортивный туризм, на твой взгляд, как? Если спортивные объекты какие-то. Опять-таки, известно, что многие альпийские куроры, да деревни, по большому счету, если честно, создали крутой современный горнолыжный курорт и так далее. И вот весь мир их знает, весь мир туда ездит, деньги ставили. Понятно, у нас не горная область, но, может быть, что-то другое можно придумать и будут ехать, опять, как я сказал, за экологией, за абсолютно чистым воздухом. И, соответственно, жить, отели и так далее. Вообще, спортивный туризм сейчас тоже на волне. Люди все больше следят за своим здоровьем, занимаются активно различными видами спорта. Мне кажется, в этом тоже есть определенная потенция. Скажи, а как ты относишься к созданию новых достопримечательностей, когда появляются музеи, не знаю, кого угодно, чудо-юдо, музей, не знаю, там, Змея Горыныча и так далее и тому подобное? Это вообще хорошая история или все-таки это притянуто за уши? Я к этому отношусь позитивно, потому что если объект создается, значит, у него есть целевая аудитория. Если у него не будет целевой аудитории, значит, туда никто не поедет, он скоро закроется. Если он создался, он работает, значит, это кому-то нравится. И чем больше таких будет мест, тем лучше. А в Твери, в Тверской области есть вообще такие прецеденты, успешные примеры? Ну, у нас вот усадьба Бабы Ги в Калязине, мне кажется, очень успешный пример, очень давно работают, и они сейчас развиваются, у них появилась еще одна площадка. Так что, в принципе, ну, такой вот хороший пример. В Твере музей Козла Тверского туалет. Ну, это немало, ну да. Ну, просто при новой, скажем так, достопримечательности, и, насколько я знаю, турист туда ходит. Да, да, да. Ну, наверное, самый такой известный, откуда Киногадра в Липецкой области, вообще в поле, ну, супер какой-то комплекс, одно из лучших архитектурных бюро в России делало. В принципе, на это точно есть спрос. Ну что ж, наш фирм подходит к концу. Мы говорили о малых городах. Как вы слышали, есть разные варианты решения их проблем. Это как создание каких-то предприятий, туристических достопримечательностей, ну и, конечно же, так и реставрация того, что имеется. И здесь, как вы слышали, важно сотрудничество простых горожан, потому что нельзя быть пассивными. И, конечно же, власти, которые либо сами что-то сделают, либо создадут условия, чтобы инвестор зашел и отреставрировал эти старинные кварталы, чтобы потом как раз туристам было приятно посмотреть, да и самим горожанам. Спасибо большое, Илья. Это была программа «Тема дня». Комментарий. До новых встреч.